Готовим настоящий грузинский харчо, можно язык проглотить. Харчо – национальный грузинский суп с пряностями, зеленью и чесноком. Такое блюдо отлично согреет в зимние холода и поможет поддержать иммунитет. Рецепт этого блюда несложный и классический харчо сможет приготовить даже новичок на кухне. Как приготовить настоящий наваристый и ароматный грузинский харчо, читайте в материале ниже. Ингредиенты на кастрюлю в 4 литрах. Говядина 1,1,5 кг. Лук 1 штука. Хмели-сунели 1,5 ложки. Аджика 3 ложки. Сахар 1 час. Ложка. Растительное масло 3 ст ложки. Рис 5 ст ложек. Грецкие орехи измельченные 2 ст ложки. Кинза 4 ст ложки. Петрушка 2 ст ложки. Чеснок 3-4 зубчика. Соль и перец по вкусу. Способ приготовления. Для приготовления харчо можно брать любую часть говядину, как мякоть, так и куску на ребре. Его нужно тщательно промыть и обсушить. Потом мясо нужно нарезать кусками и обжарить. Также кусок мяса можно запечь целиком в духовке с чесноком, минут 20 при температуре. Озвучено Яндекс Спич Кит. 220 градусов. Далее мясо перекладываем в кастрюлю и заливаем водой. Варим бульон с добавлением половинки лука и зубчика чеснока на среднем огне от 60 до 90 минут. Вторую половину лука нарезаем мелко и слегка обжариваем в масле на сковороде, буквально 2 минуты. Рис промываем несколько раз под проточной водой и добавляем в сковороду к луку. Туда же добавляем аджику, даем потушиться 2-3 минуты и добавляем 2-3 половника бульона. Закрываем крышкой и тушим 5-7 минут. После этого добавляем специи, хмели-сунели, кинзу, петрушку, соль-перец. Бульон процеживаем и вынимаем из него мясо, доводим до кипения на сильном огне и добавляем в кастрюлю заправку с рисом. Уменьшаем огонь до небольшого и варим 15-20 минут. Мясо режем небольшими кусочками и добавляем в кастрюлю. Также берем измельченные орехи и высыпаем в кастрюлю. Можно добавить 1-2 листочка лаврового листа. И выдавливаем 1-2 зубчика чеснока. Дайте харчо повариться еще 15-20 минут, снимите с огня. Харчо должен настояться не меньше 30 минут. Пошаговый рецепт грузинского харчо. Напомним ранее мы писали о том, как приготовить необычное блюдо из обычного фарша. А также рассказывали о том, как приготовить идеальное тесто для чебуреков.